твоя вот такая визави одна из одиозных чиновниц нашего правительства на нашей власти панфилова элла панфилова заявила об угрозе выбором из-за трансляции в интернете вот так вот все очень просто лучше общедоступной трансляции голосования в интернете вся система подвергается большим угрозам и поэтому центр избирком просто отказался от такой опции в прошлом году и вот видимо окажется и в этом трансляция голосования на выборах будет не на специальном ресурсе а на других ресурсах это вот как бы так все хорошо слушай но дает мне интересное мнение ведь правда уже сказал так если отбросить для нее это небезопасно потому там смотреть для кого российской власти это небезопасно ведь возможность контроля выборов в том числе через интернет это угроза для выборов которые власть пытается провести ведь это же не попытка узнать в или изъявлении граждан не выборы в представлении на центральной избирательной комиссии или там партии жуликов воров это процесс назначения это процесс искажения в или изъявлении граждан это попытка фальсификации результатов и в этом современном вот этом мы положение да в котором сегодня находится выбор это действительно угроза то есть если контроль будет до с одной стороны с 2 3 чем больше этого контроля будет тем больше угроз для итога получится ли сфальсифицируется или нет ведь если поймают за руку если зафиксирует факты этих вбросов этих искажений переписок там замена журналов удаление наблюдателей там и так далее другого беспредела ведь согласитесь это будет основанием говорить о том что выбор нужно признавать не действительно и проводить честные выборы а в честных выборах власть не победит и панфилову находится на этом высоком посту до стратегическом посту не для того чтобы выборы проходили честно нет она находится там чтобы прикрывать беспредел чтобы говорить о том что все нормально все хорошо а если есть нарушение это оппозиция во всем виновата они мешают выборному процессу вы поймали жулика с пачкой бюллетеней схватили значит за руку да зафиксировали кричат караул и тут жульёг они мешают выборному процессу они тут пугают избирателей понятно же да как это все происходит как тухнет свет просто посередине подсчета голосов во всей школе черты матери кто-то рубильник случайно выключил да и наш член комиссии наблюдатель на урну ложится чтобы не в ничего да не вбросили и крик он мешает избирательному процессу и все сколько таких случаев было и хоть бы раз центральная комиссия панфилова стала бы на справедливую сторону у нас в саратове знаменитые 62 и 2 когда на 100 с лишним участковых избирательных комиссий жулики и воры подвели абсолютно одинаковый результат где цифры абсолютно идентичны друг другу результаты за единую россию за кпрф за лдпр за эсэр по всем этим участкам одинаковые и тут выходит панфилов и а чё тут такого такое может быть и математики профессора ученые математически невозможно вы понимаете не может быть там миллиарды различных вариаций и отличий а тут всего на территории саратовской области 2 миллиона избирателей голосует невозможно а у нас возможно ничего мы отменять не будем вот задача панфилов и а до нее чурова другого жулья который на которой возложена обязанность защищать в изъявлении граждан но если защищать реальные голоса они же проиграют а где проиграют там и ответить придется за за содеянное там придется и перед народным судом предстать и в тот момент у меня была единственная возможность вот не упустил ее до горжусь собой когда павлу николаевичу грудинина не допускали до выборов в государственную думу в 2021 году да я находился в здании центральной избирательной комиссии подошел я в глаза сказал да что что жулики что на вся страна знает об этом что вы обязательно встретите значит свое решение народного суда и что панфилов сказал там ягод тут говорит что она там говорил что она там раб на галерах или как она говорил что она значит тут себя не жалеет но я действительно я даже не спорю что у нее тяжелая работа смотрите каждый день противостоять справедливости каждый день делать все чтобы вот это эти фальсификации эти нарушения закона эти ну просто беспредельные вещи были пропущены приняты признаны правильными законами так далее действительно сколько нужно насколько нужно себя ломать чтобы это все чтобы это все узаконить чтобы это все произошло и если помните в этом видео панфила говорит да вы то есть она смотрит наше видео она смотрит следить за нашей работой элла александр я искренне честное слово без сарказма желаю вам крепкого здоровья долгих лет я хочу чтобы ваша жизнь была максимально длинной чтобы до самого последнего дня вы были в трезвом уме чтобы вы понимали что происходит вокруг и в этом случае наказание ну если суд сочтет да вот эти объективные факторы на оценит и вынесет действительно законное решение чтобы вы до конца жизни понимали за что за что вам приходится отвечать что вот этот беспредел который в россии называется выборами где фальсификация является основой этого процесса где вот просто избирком и вот вы помните как три обезьяны ничего не вижу ничего не слышу ничего никому не скажу чтобы вот за это все было расплата чтобы это было не так карма как хотите как угодно можете это сформулировать но за это придется ответить мы живем в цифровой век и каждый соучастник этого преступления должен понимать что это преступление без срока давности это преступление против населения против страны против каждого гражданина то есть иными словами каждая каждая из фальсифицированные выборы приравниваются фактически государственному перевороту который сделал вот таким вот хитрым путем но воля там решение людей до права людей на определение дано на выбор у них украдено поэтому я благодарен да вот сегодняшнему дню что все фамилии каждый гражданин который участвует в этом он нестираемой ленты туда записан да и это действительно очень поможет на общество народной власти добиться справедливости в ближайшем будущем да очень хорошо что ты вот эль панфилова пожелал собственно здоровье и всячески вот в общем это потому что с ней ты тоже встречался и также встречался просто еще с главой мосгоры избиркома и города и да да валентин горбунов его зовут да и вот что тут он году по моему после этого не против очень жаль очень жаль что люди которым есть за что ответить уходят в достатке из этой жизни уходит почете их вот эта система холит медальки и вешает значит грамоты у них пенсии большие у них телефонное право они решат любой вопрос для себя для своего окружения и очень жаль что они исполнены и вот этими значит вот этой роскошью спокойненько и без каких-то трудностей просто покидают этот мир я я считаю что это что это несправедливо люди должны должны расплачиваться за свои деяния